как там это закачалось деревцо в школе помните когда короче это перемена и все вставали делали зарядку такой дебилизм вообще закачалось деревцо руки вверх руки вниз привет привет снова всем большой привет у нас есть еще снова час до конца прямого эфира спасибо большое приветствую привет привет всем привет что вышел кто-то на крыльцо закачалось деревцо я пока не вспомню это я не успокоюсь эти нечего делать ну как видишь мне нечего делать а тебе есть что делать я так понимаю что тебе тоже нет чего делать и это нормально выходной день в понедельник это нормально такое ощущение ты посмотри какой деловой важный курица вот она такая деловая а в анестезе делать нечего сиди в прямых эфирах один за другим ведет а ну нормально и нет это анестезе а нет губы я не буду убирать научилась код под колпаком выговаривать точно нифига ты чего вспомнилась опять на 20 минут этот кот под колпаком код под колпаком код под колпаком код под колпаком кодка под колпаком видать научилась так вопросы пошли по второму кругу когда домой где муж что делаешь я домой приеду точно буду 16 ноября так как у моей мамы день рождения в читу никогда скорее всего ветер дует на в лицо Закачалось деревцо Ветер все выше, выше Деревцо все ниже, ниже Точно, блин Точно Правильно А еще какие-то тыры-пыры Тыры-пыры, что-то кря-кря Такие тоже разминки, помню, были Представляю, в институте Сидишь такая в аудитории Ну что, дети Сейчас мы немножечко с вами Отвлечемся от От высшей математики Давайте все вместе встанем и будем Делать зарядку Иди нахуй Да, дорогой ты мой, да с удовольствием Ну только сейчас прямой эфир закончится и пойду Главное, чтобы тебе было куда идти После моего прямого эфира Потому что, как мне кажется, что интереснее, чем мой прямой эфир В твоей жизни больше ничего не происходит Что за киса? Ты про кого? Да, я посуду мою сама Конечно, я сама мою посуду У меня вот, знаете, у меня даже дома есть В Новосибирске Посудомоечная машина Я даже ей не умею пользоваться Я люблю сама эти кружки, тарелки Быстренько помыла Там составила Везде все Туда-сюда А пока дождешься, пока посудомоечная машинка Там два часа будет мыть Но не знаю Лучше быстрее все сама сделать Мать, дай жару Ну да, я всегда была удивительным человеком Ты веришь в приметы Ой, я такой человек, что я вообще, походу, во все подряд верю Из приметы, из глаза, из порчи Блин, я такая какая-то вот Ну вот Ну как-то вот в это верю Хотя вот не надо вот в это верить А я верю Привет-привет Настя, ты была в Ленинске и Кузнецком? Нет В Армении тоже ни разу не была Если гостей много было Тогда, думаю, машина поможет Ну, наверное Но, видишь, как правило У меня гостей дома Много не бывает У меня есть гостей только Кто у меня из гостей? А нет, я вообще У меня гостей нет дома никогда Привет-привет Я сама хожу по гостям Василий, ну почему одно и то же мы с тобой обсуждаем Уже пятый раз Нельзя-то выходить Спасибо большое Готова к зиме в Новосибирске Ты чего думаешь, я буду зимой в Новосибирске, что ли, находиться? Нет, спасибо Я прожила Сколько? Девять зим, наверное, в Новосибирске И я Не готова Я выхожу на улицу Зимой Все, на следующий день болею Мне то в нос ветер холодный попадет То ухо застужу Хожу хромая То шею застужу Потом полгода лечу ее Но нахер этот мороз Нет, спортом я не занимаюсь Василий Потом узнаете Вася Ура, снова прямой эфир Хватит кушать Я проголодалась Я питаюсь картошечкой Довези Я просто не могу находиться в Новосибирске Потому что я поняла, что есть жизнь лучше А именно Куда-то ездить Где-то путешествовать Знакомиться с новыми людьми Это же угарно Блин В Новосибирске просто уже Ну все уже там Ну вот каждый сантиметр этого города Ну Он мне знаком Ну то есть Вот захочешь покататься на машине вечером И по одному и тому же кругу Катаешься, катаешься Ну все как бы Все, делать нечего Все Просто Всех знаешь Ничего нового Грустно? Грустно О, кого когда Ричард зовут Это крутое имя Я бы так сказала Я бы даже своего сына так назвала Тени супер, спасибо Но это нужно сказать спасибо Инстаграму Это инстаграм маска С такими тенями Нет, машина еще На СО диске красят ей Или уже покрасили Так, приеду, заберу машину И выставлю ее в дром Подождите Просто мне нужно сделать кое-какую фотографию Это очень смешно Так, я люблю тебя У меня зовут кота Феликс О, прикольно Есть такой даже корм для котов Привет, привет Привет, привет За сколько хочешь продать Типа ты будешь покупать Алло Привет, Макс, привет Да, меня сегодня утром разблокировали Мне пришло опять А я другое купила Да Меня сегодня утром Инстаграм сообщение прислал То, что типа Извините за временные неудобства Ну, короче Это Ну, я их простила Ну, надо бы защищать Ну, ладно, давай Икссмакс Икссмакс Нет, я ее не продаю Нет Я сейчас в прямом эфире с тобой разговариваю Ну, как бы меня все подслушивают В смысле Поэтому Давай Да, давай Ну, все, пока Извиняюсь 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 Кобыла Расскажи Какие копытца Суешь в свой сейф В какой сейф Про кобылу Все понятно Но какой сейф Я здесь что-то не поняла Почему решила Машину продать Новую уже присмотрела Да Я все присмотрела Машину буду продавать Потому что я в Новосибирске Мало существую И мне сейчас там машина не нужна Спасибо большое Да, я всегда Когда что-то ем Людям хочется есть То же самое Я недавно подсела Знаете, на что? На борщ Я его так аппетитно ем Что все Кто со мной общается Теперь едят борщи Каждый день А сегодня я ем Вот такие вкусные Соленые Картофельные Полосочки Они еще такие Вот прям солененькие Они еще вот прям С солью написаны То есть Вот так классно вообще Вот многие из вас Захотели сейчас Вкусные соленые Картофельные полосочки Сколько у тебя телефонов А какая разница Сколько у меня телефонов Отдай Sony машину Зачем Sony такая большая машина Я первая моя машина Стоила 150 тысяч Разбитая Toyota Sprinter Trueno На которой я ездила Училась ездить И так далее Я не начинала с Infinity Восемнадцать лет Понимаете Все должно быть Поэтапно И у моей сестры тоже Сначала она должна Научиться ездить На каком-то простом авто Как только она научится Хорошо на нем ездить Тогда можно будет Думать о другой машине А так Если сразу садить человека На какую-то хорошую машину Он ее разобьет Через пару дней И вообще он не оценит Что у него эта машина есть Вот вы знаете Когда своим трудом На что-то зарабатываешь Ты прям ценишь это А когда тебе все Вот так вот легко дается Тебе похуй Разобьешь ты эту машину Не разобьешь Тебе по барабану вообще Потому что подсуетятся В случае чего Те кто Уже изначально Там допустим Подарил эту машину И так далее Типа эти люди Помогут еще раз А когда ты сам копишь Сам что-то копишь Откладываешь В чем-то себе отказываешь И вот ты накопил Ну не знаю Я вообще каждую пылимку Со своей машины сдувала Потому что это Это была моя цель Это была моя мечта И я за ней Скажем так Ну долго достаточно Гналась И когда вот ты достигаешь Это конечно прикольно Прикольно Вот А у меня серебристая Это Труэна была Это типа как Левин Ну они одинаковые Привет Привет-привет Раз 10 вопрос написала А я 10 минут Дискутировала На тему автомобилей И когда я О чем-то рассуждаю Что-то говорю Я в этот момент Не могу Теоретически Читать другие комментарии Потому что я пытаюсь Выразить свою мысль Я ем Вкусные Картофельные Полосочки Блядь Ты кстати Красивая Блядь Ну кстати Спасибо Ты не первая Об этом говоришь Мне еще Мама с папой Так говорят Так Привет С Украины Привет-привет А у меня BMW X6 Не хочешь покататься У меня лучше машина Чем у тебя Поэтому нет Друзья Меня машина Вашими не удивит Понимаете Ну в смысле Вот я к парням Обращаюсь Многие парни считают То что Если ко мне Подкатить на каком-нибудь Крутом Porsche Там Или там На биздатом Гелики И я такая А конечно-конечно Как ну многие Делочки Нет Меня вообще Ничем не удивить Новосибирск Привет В детстве Я хотела стать певицей Привет-привет Welcome to my mad world А 25 сантиметров Тебя удивит Ты знаешь Тоже не удивит Мне какая разница Какие у вас там Сантиметры Если Человек Понтует Со своими Сантиметрами При чужой женщине Значит Эти сантиметры Делим на пополам И вот столько У тебя есть На самом деле Мужики любят Вдвое преувеличивать Поэтому Ну чувак Ты сейчас Обозрался Вообще Знаете У этого человека 12 с половиной Сантиметров Ему никто Не давайте У меня Какая машина У меня У меня свой Автопарк Одна из моих Любимых Это корвет Также у меня Есть Это самое Мерседес Ну С-класс Естественно Да Потом у меня Есть Камара Камара Тоже новая Классная Я на ней Люблю по выходным Ездить Новосибирске По Залупашным Дорогам Все Оббила ее Ну ничего страшного Друзья Ну какая раз Такая машина Обычно Старая машина У меня Господи Бля Как ты Спалила Жизнь Испортила Да Я знаю Так что Нечего Ну конечно же У меня Не жигули Тоже Мне на жигули Все сосать И сосать Я на самокате Катаюсь Друзья Так Познакоми Меня со Своим Папой Ну сейчас Такая С папой Пошла Знакомить Вас Привет Папа Это просто Человек У которого Скрытый профиль Я его не знаю Познакомься Здравствуйте Тебе уже Лень отвечать Нет Я Мне не лень Отвечать Мне было Лень Отвечать Когда мне Лениво Станется Я сваливаю С прямого эфира Под предлогом Что мне пора спать А сейчас У меня Самый кайф Я ем Картошечку И отвечаю На вопросики Время У меня 20 59 Что ты делала В Москве Я до сих пор Здесь нахожусь Временно Проживаю Здесь Так Родники Привет Родники Дорогие Родники Привет Привет Анастасия Привет Скажи Папе Что я его Нарисую Слушай Моего папу Рисунками Не удивишь Это очень Будет подозрительно Если я скажу Пап Смотри Вот этот мужчина Тебя нарисовал Добро Не получишь Добро От моего папы Получит тот Кто Захватит Мое сердце В плен А тот Кто Нарисует Или тот Кто Еще Что Нибудь Это Все Фигня Не Получится Ребята Так Ты к парню Приехала В Москву К Двум Парням Электрион Уже Не помню Ко всем парням Москвы Я сюда Приехала С тобой Хочешь Делать Совместное Видео Елена Райтман А я Не люблю Ни с кем Делать Совместные Видео Не Потому Что Ну Типа Это Мой Принцип А Потому Что А А Потому Что У меня Не Выходит Совместные Видосы Делать У меня Не Получается Я Не Люблю Я Люблю Когда Я Одна И Снимаю Чтобы Выразить Максимально Все Свои Эмоции И Мысли И так Далее Когда Кто-то Рядом Еще Допустим То Мне Очень Тяжело Концентрироваться Спасибо Большое Хотеть Не Вредно Привет Привет А Че Хотеть Вам Тоже Привет Новый Видос Судя По Всему Завтра Откуда Ты Родом Я Родом Из Читы Потом Жила В Новосибе Чего Ты Там Так Аппетитно Кушаешь А Я Говорила Говорила Что Я Очень Аппетитно Ем М Картошечку С Солью Сколько Лет Начало Краситься Вообще Ну Наверное В Тринадцать Я Не Знаю Где Планирую Отметить Новый Год Ну Вот Потому Что Я Еще Даже Не Знаю Ну Типа Вообще Как Как Отметить Ну Вообще Пока Ну То То Есть Вариантов Много А Выбрать Невозможно Потому Что Все Варианты Очень Слишком Крутые Крутые Не В Плане То Что Вы Подумали А Крутые В Плане Того Что Везде Будет Очень Весело День Рождения У меня 22 Марта Мне Исполнится 25 Лет А Потом Еще Через 25 Лет 50 И Это Будет Пиздец Чувствую себя Взрослой Спасибо Большое Все Вот Еще Одна Порция Маленькая Я ее Съем И Перестану Жевать Просто Невозможно Оторваться Тех Съех Ем 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 А Еще Целая Пачка Нет Я Блондинкой Не Была Я Стремилась К Светлому Цвету К Светлому Цвету Волос Стремилась А Теперь После Смывок У Меня Образовалась Сама По Себе Такая Челка Хоть Ее Никто Не Подстригал Волосы Вот Такие Короткие Получились У Меня Долой Белый Цвет Нет Больше Никаких Смывок В Захотят Эту Картошку После Того Как Вы Увидите Как Я Ее Аппетитно Кушаю У Меня Тоже 22 Марта День Рождения Кто-то Написал Клево 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 Вот Надо Придумывать Как Отмечать День Рождения Можешь Что-то Посоветовать Что По твоему Мнению Важно Знать В 20 Лет Подожди Сейчас Я Отодвинусь На 4 Года Назад Что Мне Было Важно Знать В тот момент В 20 Лет Очень Важно Понимать Что Как Можно Скорее Нужно Выходить Из Образа 19 Летней Дурочки Короче Нужно Взрослеть Нужно Взрослеть Становиться Леди Понимать Что Ты Тебе 20 Ты Должна Распускаться Как Роза Тебе Нужно Становиться Женственней Нужно Полюбить Себя Но Научиться По крайней мере Это делать Ой Я Не знаю Я На самом Деле Мне На все Похуй Было Я Ничего Ничего При Ничего Не знала В 20 Лет Это Я Сейчас Попыталась Какую-то Очень Умную Мысль Сказать Которая Даже Не Пересекается С 20 лет Блин Делай Что Хочешь И вообще Не тупи Не заморачивайся Ни по каким поводам Вообще Ни о чем Не задумайся Уживи ровно так Как ты хочешь Тебе 20 А то Я как бабка Размышляю В 20 Лет Надо Там Что-то Куда Ничего Не надо Надо Отдыхать И веселиться А вот Когда тебе Будет 25 Тогда К 25 Годам Ты можешь Найти Себе Любовь И построить С ней Семью А пока У тебя Пока Ты еще Такая Молодычка Наслаждайся Этой Жизнью Вот Казахстан Привет Давай Почпок Чпокаемся Чувак Ну какие Почпокаемся Ну у тебя Чпокалка Еще не выросла Чпокальщик Мне 13 Летний Тут Нашелся Маленький Малышок С маленьким Петушком Ты что Думаешь С тобой Будут взрослые Чутеньки Спать Хуй там Плавал Так Значит Привет Маркуша Это Что такое Обозначает Привет Привет Баронеж Привет Всем Большое Привет Северная Осетия Привет Магнитогорск Привет Магнитогорск Я хочу Тамагочи Почему Я так хотела Тамагочи Мне слово Магнитогорск Напоминает Тамагочи Представляете Так Подстригись Подстриглась Быв Удлиненная Каре Нет Я знаю Что мне Пойдет Но мне Пойдет На время Причем На очень Короткое Так как У меня Очень вьющаяся Структура Волос После Первой Помывки Мое Красивое Удлиненное Каре Превратится В уши Спаниели Я превращусь В додика Честно Честно Так Привет Настя Веришь ли Ты в гороскоп Да Однажды Я жила Чисто по гороскопу Каждый Божий день На протяжении Двух месяцев Я каждый 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 День Читала Эти сраные Гороскопы Утром Просыпалась Вместо Инстаграм Открывала Гороскоп И там У меня уже Прописано Что и как Будет Сегодня У вас Будет Тоска Печали И там С кем Нибудь Посолюсь Я это Все Программирую Себе В мозг Так Оно И происходит Все Потом В итоге Вот Короче Говоря Я как бы В них верю Но я как бы Перестала Их читать Я хочу Чтобы этот День Был для меня Загадкой И вот В конце Дня Читать Гороскоп Это самое Угарное Ну и Типа Ты сравниваешь Правда ли Типа Это так Или нет Брендовых Вещей У меня Вообще Практически Нет Ну то То есть Я Смотри Брендовая Вещь Она Стоит Ну скажем Так Немалых Денег А я такой Человек Который Очень любит Очень часто Менять Свой гардероб То есть Например Я не могу Купить себе Там кофту Например Ну например Сто тысяч Да И потом Всю жизнь На нее молиться Как бы Кто бы ее Не задел Как бы Что бы Да как То есть Я так не могу Вот я лучше Куплю За За сто Тысяч Себе Сто Тысяч Кофт Круг И буду Радостная Не знаю Как-то так Ну может быть Когда Там Я буду Взрослой Женщиной Там Например Мне Для меня Это будет Важно Одеваться В какие-нибудь Хорошие Брендовые Вещи А сейчас Пока мне Это нафиг Не надо Нет Что-то Все говорят Что я губы Уменьшила Но я их Нифига Не уменьшала Здравствуйте Здравствуйте Гороскоп На ведьмочка Нет Да Да Я на ведьмочке Читала Новосибирск Дорогой Привет Как бы У вас Уже поздно Вы чего не Спите Нет Я не боюсь Ночевать Одна Скажи Где ты Работаешь Я Работаю Редактором Газеты Комсомольская Правда Где муж Друзья Уже полгода Не актуален Этот вопрос Так Что маме Можно подарить Смотря что Любит ваша мама Не все Мамы одинаковые И вкусовые Предпочтения У всех мам Тоже разные Я не знаю Что ей надо Я всегда люблю Делать такие подарки Чтобы они были Нужными И каждому Человеку У меня индивидуальный Подход по подаркам То есть Там Да бестовость Я запоминаю Что хочет моя мама Я запоминаю Что хочет Допустим На что она смотрит В магазинах Я наблюдаю за ней И Допустим Когда настает Такой момент Что мне хочется Что-то подарить Я Иду дарю ей это Короче Я очень наблюдательный человек Какую породу Собак любишь Пиццы Да это мой Праздничный банд Так 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 Как решила Стать блогером Я не решала Стать блогером Так вышло Номер говори Нахуй пошел Если нет настроения Как уже Как уже Три дня То что делать Ты знаешь Бывает такое Что нет настроения Целый месяц Вот это печаль Подскажите Где можно Куртку и сапожки Купить нормальные Не за 100 тысяч О Это ко мне Я Достаточно много Шоурумов Вам предлагаю Где я сама Выбирала себе вещи И рекомендую И рекомендую Вам эти магазины То есть Можно просто следить За моими сторизами И вы Это самое Найдете для себя Что-то подходящее Я из города Новосибирск Что для тебя Самое важное Это мое здоровье Вот Это конечно Без учета того Что Конечно же В первую очередь Для меня важно Чтобы все близкие Родные Были рядом Были здоровы И живы Это все понятно Об этом даже Не нужно говорить Это для всех Самое важное Но после этого Для меня важно Именно мое состояние Здоровья Потому что Я от него Отталкиваюсь То есть Когда мне хорошо Например Когда у меня Ничего не болит Ни шея Ни спина Ни поясницы Там грубо говоря Там Когда все супер У меня все идет Как нужно Стоит только заболеть Все это пиздец Все идет Не по плану Вот Сохорони эфир Хоть не захорони Что куришь? Я Айк А вы Привет Привет Ты красила Волосы Да Миллион раз Поэтому Осталась Без волос Так Где такой Бодок Купила В золотом Яблоке Настя Как ты считаешь Лучше купить Одну натуральную Шубу Или несколько Буханов Вот В этом плане Конечно же Конечно же Я считаю Что Купить Одну Натуральную Шубу Я просто К пуховикам Отношусь Ой Я за свою жизнь Столько пуховиков Переносила Что Я не хочу Больше никогда В жизни Ходить в пуховиках И конечно же Я бы Вместо пяти пуханов Я купила бы Себе Красивую Шубу Так Трахайся Меньше Не будет Болеть Наоборот Чувак Наоборот Чем больше Ты трахаешься Тем больше У тебя Ничего не болит Наоборот Вы В каком мире Живете Молодой человек Настя Как ты считаешь Любовь Лишь раз Я считаю Что Не знаю Что я считаю Передай мне Привет Передаю Привет О любви Это такая Философская Тема Блин Что Я ее Вообще Не готова Затрагивать Я не знаю Ответов На эти Все сложные Вопросы Сколько Весишь 48 Килограмм С каких Пор Ты начала Курить Ну Лайкас Появился И начала Так Для Тимир Что Это Обозначило Что Такое Айкас Это Это Такой Девайс Который Заменяет Кому-то Сигареты А Кто-то Просто Там Как я Например Да Курит Вот Так Выглядят Сигареты Они Очень Маленькие Очень Прикольные Но Вообще Ни Ни К Сигаретам Ни К Кайкасам Я Никого Не Принуждаю Вообще Курить Это Вредно Но Мне Все Равно Сколько Тебя Смотрит Обычно Людей В эфире Всегда По-разному Всегда По-разному Рост У меня 173 Я Съебываю Ты Спецом Похоже Игнорируешь Ну И Пошла Нахуй Давай Пока Пока Привет Всем Привет Сколько Живешь В Москве Третий Раз Как давно Ты Купишь Что Что Это Что За Вопросы Покажите Твои Ногти Пожалуйста Да Конечно Ну Конечно Вот Они Мои Ногти Ну Все Я Хочу Спать На самом Деле Не Потому Что Мне Надоело Отвечать На Вопросы Но Что Правда Начинаю Залипать Время Так Как У Нас Уже Девять Опять Пиздеть Не Получилось Девять Это Все Потому Что Я Четыре Часа Спала И Мне Кажется Что Сейчас Уже Просто Ночек Глубокая Меня Вчера Короче Заблокировали Вот Вечером И Я Не Спала До Шести Утра Пыталась Разблокировать Свой Аккаунт Но Потом Поняла Что Вчера Было Воскресенье И Как Б Чего Я Не Пыталась Тех Поддержка Не Работает Вот И Сегодня Я Проспала Четыре Часа И Поэтому Для Меня Кажется Что Все Пора Спать Так Где Кольцо Обручальное Господи Какая Разница Где Самый Лучший Блогер Ты Открыла Мои Глаза На Мир Спасибо Тебе Большое Тебе Поклон Спасибо Сколько Ходишь С ресничками Уже Ну Месяц Где-то Так Привет Привет Всем привет Ну Все Уже Хватит Здороваться Потому Что Мне Пора Уходить У меня Мне Пора Пить Чай Спокойной Ночи Ты Жената Да Конечно Моя Жену Зовут Наташа Короче Всем Желаю Отличного Вечера Вот Спокойной Ночи Большое Спасибо Что пришли Ко мне В прямой Эфир Спасибо Большое Что Всегда Поддерживаете Меня Когда У меня Происходят Блокировки И не только Когда у меня Происходят Они А всегда Вы меня Поддерживаете Спасибо Вам За то Что смотрите Мой контент Оценивайте Его достойно Не как Я у многих Захожу И читаю Там просто Адовый Пиздец Происходит В кометах А у меня Все вот Мирно Тихо Это очень Здорово Это очень Классно И поэтому Я могу Сказать Что Я вас Люблю Инстаграмной Любовью Вот прям Вообще Вот прямо Вот обожаю Мы огромная Команда И большая Крутая Инстасемья Короче говоря Всем я желаю Удачи Вот Ну и всем Пока Пока Уф Уф Редактор субтитров